Спасибо дяде Юрию за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Они начали наставать на том, что нужно идти в приемную семью, там будет лучше. Зачем они наши детей усыновляют? Для чего? Дети Донбасса, дети Мариуполя, это наши дети. Это истинное благочестие, принимать сироты в дом. Мои дети тоже сироты получаются, и таких историй может быть тысяча. Дети здесь просто средства. Мы всегда говорим, что мы хотим вернуться в Украину. Да, есть вот этот некий какой-то негатив, но потом он преобразуется в любовь к России. Россия, Россия, Россия! Такое насилие не забывается. Это все будет предметом расследования. Слышно, родным криминальным судом. Сами ребенку условили из Мариуполя, да? Да, спасибо. Благодарю вам. Меня больше беспокоило, где мои дети, где они сейчас что-то делают. Как бы каждый день я думал об этом. История Евгения Межевого из Мариуполя готова сюжет для кино или супергеройского комикса. И его даже нарисовали и выпустили в Украине. Шесть лет назад от Евгения ушла жена. Младшей дочери тогда не был и года. Он остался один с тремя детьми. Работал крыновщиком на заводе. А в феврале 22-го открыл свой бизнес – кафе фастфуда. Казалось, жизнь, наконец, налаживается. А через два дня началась большая война. Каждое утро в 5.05 начинались авиаудары. На без 15.05 стояли каждый день будильники, чтобы этот момент, когда начинают бомбить, перебежать в коридор. Больше месяца они с детьми провели в подвалах. Без света, отопления, воды. Ну, смешно было. Нашли картонную вырезку, я не знаю, или это реклама была, или что. В полный рост Бритни Спирс там с какими-то двумя девочками. И мы ее поставили, получается, возле входа. И так каждое утро просыпаешься, смотришь. Ага, Бритни Спирс убила. Три выстрела там. Ага, там. Смотришь, девочка стрелила руку. Значит, сегодня стреляли по нам. Мы уже по этой картонке, мы уже понимали, сколько выстрелов получили по крыше нашего бомбоубежища. Много людей погибало. Даже возле больниц, возле бомбоубежища. Люди вышли за водой, прилет, три трупа. Очень долго лежали, потому что, как бы, никто не решался их оттащить уже. Райан бомбоубежища уже контролировала российская армия. А вот за водой нужно было ходить на территорию ВСУ. Когда мы выходили за водой, нас предупреждали. Если вы хотите идти за водой, без проблем, только одевайте белую повязку. А ты идешь за водой, там, где находился колодец, там еще были наши пацаны-азовцы. И ребята подбегают, спросили, кто мы, что мы. Нас предупредили, говорят, ребята, не одевайте белые повязки, потому что это обозначает, что вы приверженцы русского мира, что вы поддерживаете россиян. Это их не знак был. И вот это вот, наверное, самое страшное, поймать вот эту золотую середину, где надо снять эту повязку, а где ее одеть. И ты вот думаешь, ага, сейчас сними повязку, русские пристрелят. Одень повязку, наши пристрелят. 7 марта в бомбоубежище спустились российские солдаты. Мне сказали, что нужно эвакуироваться, потому что после них идет зачистной отряд чеченцев, и типа никто из них играться с нами не будет, поэтому лучше не испытывать судьбу, скажем так. Но эвакуироваться удалось только до ближайшего КПП, российского. У меня была прописка военной части. Они в эту прописку как вцепились и все. Ну все, говорит, ты наш клиент. Говорит, ищи их, с кем дети останутся, и все. Говорит, поедешь объяснять по документам. Я говорю, у меня надолго. Говорит, может на два часа, может на семь лет. В 16-м Евгений служил по контракту. Не воевал, но с тех пор вся семья была прописана в части. Ну я посадил детей в автобус. Когда нас проверяли, я не знаю, как так получилось. Передал ссылку Матвею со всеми телефонами, вещами, которые я хотел сохранить. Все самое ценное, получается, я ему на шею повесил. Хотел еще перед отправкой повесить свой крестик. Но Матвей мне его оставил. Говорит, пап, пусть тебя лучше бережут. Ну и все, они уехали. А крестика сняли в авобе. Две недели папы не было. Мы начали переживать за него. Потом нас забрали в больницу, так как за нами не было никого смотреть. После этого приехал тот же, кто нас забирал в больницу и отвез в Донецк. Евгения возили из тюрьмы в тюрьму. Везде одно и то же. Допросы, пытки, унижения. Ну и один задал вопрос, говорит. Ты, говорит, русских убивал. Я говорю, да нет. Говорю, как я русских мог убивать, если я в АТО даже не был. Он, да что-то типа звездишь. Схватил меня за шею. Сильно ударил меня лицом об решетку. Потом начались удары коленками в живот. Вот, ну, били довольно-таки сильно, и я на коленках аж подлетал. Так Евгений оказался в колонии в Еленовке. Именно там, в российском плену, от удара погибли по меньшей мере 50 украинских военных. Нас привезли в Еленовку, получается, с двери выводили, заводили за автобус. Ну, а когда давалась команда бежать к месту, где всех выстраивали, в шахматном порядке стояли спецназовцы, лупили дубинками. Это у них называлась прописка. Ну, и, получается, меня когда допросили уже, мне дали команду бежать. Я с такой скоростью бежал, что они не успели мне ударить. Уже когда я встал, руки за голову, головой к стенке, уже тогда подбежал охранник, сказал, говорит, Танчик, что-то ты, говорит, быстро сильно бегаешь. И перевернул дубинку, и рукояткой ударил в поясничную область. Я взвизгнул, было очень сильно больно. Ну, что, ты уже ничего не сделаешь. А в это время вывезенных в Донецк Матвея, Сашу и Святу готовили к отъезду в лагерь в Подмосковье. У нас есть, с дочкой у нас есть такая традиция, когда она ложится спать, она всегда говорит одну и ту же фразу. Спи, котенок, сладко-сладко, я приду к тебе в кроватку после 56-го слоника. И вот я лежал и считал этих 56 слоников. Ну, наверное, это была какая-то связь вот такая с детьми. Это как бы мы договариваемся во сне с ней встретиться. История Евгения не уникальна. Но сколько таких детей, потерявшихся на этой войне? Тысячи? Сотни? Политики и эксперты постоянно спорят о масштабе бедствия. Но так ли важны цифры, когда каждая такая история — это трагедия? По подсчетам украинских властей, таких трагедий уже больше 16 тысяч. Это официальный сайт «Дети войны». И тут сказано, что за год в Россию был депортирован 16 221 ребенок. Предположительно, именно столько заявлений о пропаже детей получили госорганы. И сюда, как мы понимаем, входят и сироты, которых вывезли из интерната. И те, кого не могут найти после бомбежек и эвакуации. Возможно, их нет в живых. Но есть еще надежда, а вдруг их просто увезли. Правозащитники, чтобы описывать эту проблему, делят детей на условные группы. Хотя, еще раз повторюсь, каждая история индивидуальна. Но хочется сразу прояснить несколько моментов. Итак, первая группа — это дети, у которых есть родственники и опекуны в Украине, но которые оказались в России. Например, как у нашего Евгения. Из-за фильтрации, срочной эвакуации, спешки, отсутствия гуманитарных коридоров в Украину. А бывает и так, что линия фронта сдвигается, и дети с родителями оказываются по разные стороны. Таких случаев от нескольких сотен до нескольких тысяч, но точных данных нет. Другая группа — это дети-сироты, которых вывезли с оккупированных за этот год территорию Украины. И третья — это самые многочисленные. Это воспитанники интернатов с той части Луганской и Донецкой областей, которые Украина не контролирует с 2014 года. Все сироты сейчас разбросаны по пунктам временного размещения детским домам по всей территории России. Или уже находятся в российских семьях. Для Украины это депортация. Россия называет это спасением детей от войны, опуская тот факт, что сама создала условия для такой эвакуации. Это один из самых бедных российских военных злочий. Злочийной политики не просто вкрасти людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли про Украину. И не могли повернуться. Пока Украине удалось вернуть 307 детей, но сотни, если не тысячи, могут остаться за границей навсегда. Сами ребенка восстановили из Мариуполя, да? Да. Ну, благодаря вам. Маленький? Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса. Сложно, но друг другу точно любым. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова – идеальная путинская чиновница военного времени. Весь этот год она делает карьеру на спасение украинских детей. Приемный сын, о котором она говорит, 15-летний Филипп, был вывезен из Мариуполя как раз вместе с детьми Евгения Межевого. Как же вы со всем справляетесь, имея в виду и общественную нагрузку? Многодетные мамы, они же такие, многозадачные. Как и ее предшественница Анна Кузнецова, Мария Львова-Белова из Пензы, замужем за священником. У них пятеро своих детей и четверо приемных. По сложному списке – Общероссийский народный фронт, Единая Россия, пост сенатора от Пензенской области. Но главный ее проект – «Дети Донбасса». И начался он за несколько дней до 24 февраля прошлого года. Ну ничего, скоро вернемся домой. Ну так нужно. Нам не хочется покидать родной дом. Ну так нужно. В ночь с 18 на 19 февраля 22 года воспитанников Донецкого детского дома «Теремок» загрузили в автобус и увезли в Ростовскую область, как и других сирот с территории самопровозглашенных республик. Но списков этих детей у Киева нет. Дело в том, что к 17 году Украина вывезла большую часть воспитанников интернатов с оккупированных территорий в безопасные районы страны. А именно – 1606 детей. Но за те самые пресловутые 8 лет детские дома ЛДНР опять заполнились. Там воспитывалось чуть больше тысячи детей. За 6 дней до полномасштабной войны их отправили в Россию. Дальше по мере оккупации новых территорий в Россию детей перемещали целыми учреждениями. Так, в Херсонской области перед отступлением планировали забрать всех сирот. Те отвезут в безопасные условия, в Крыму. В общем-то, я обязательно туда еще заеду. Но некоторых детей удалось спрятать. Врачи местной больницы всю оккупацию дежурили посменно и подделывали подопечным истории болезни. Мол, их нельзя транспортировать. Мы боялись переводить детский дом, мы всех оставляли в брошенных у себя. Ну и те, кто был на лечении, остались у нас. И ни одного туда не перевели, все были у нас. Ну и детский дом так правильно мы сделали, потому что детский дом вывез. Одна из медсестер даже удочерила девочку, от которой мать отказалась при рождении. А воспитатели Херсонского интерната просто спрятали детей у себя дома. Они у нас забрали все личные дела, конфисковали. Нас разукорочили компьютеры, разукорочили видеонаблюдения, которые есть в центре. Потом еще очень много раз приезжали к нам с разными вопросами. Как минимум 14 детей из Херсона журналисты Верски обнаружили в Крыму, в детском доме «Елочка». Два года назад вокруг этого заведения был большой скандал. Его называли концлагерем для детей. Было возбуждено уголовное дело. Военные, говорят местные жители, воспринимали у детей с оккупированных территорий как трофеи, как что-то, что нужно захватить и забрать с собой. Мы не стали делать зачистку этого села, не стали заходить с флангов, делать разведку, а сразу по наглому на скорости подошли непосредственно к этому детскому дому. Быстро его заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, везде там не оказалось. СБУшники под видом Красного Креста, вечером подогнали машины, были с оружием, догнали всех детей в эти автобусы и увезли в Киев. В России детей разместили по пунктам временного размещения и детским домам. И в нашем распоряжении оказалась переписка чиновников Минпросвещения с руководителями региональных органов опеки. Мы для удобства и для безопасности нашего источника скопировали ее вот в этот документ. Из этой переписки мы узнали, что как минимум 400 детей были перемещены из учреждений самопровозглашенных ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, в Курские и Ростовские пункты временного размещения. Когда именно, не очень понятно. А периодически в чате, например, появляются вот такие сообщения. Ну вот, например, 23 сентября из Минпросвещения пишет. Коллеги, срочно напишите, кто готов принять маленьких детей из ДНР. Две организации по 43 ребенка. Про статус и все остальное не спрашивайте, пожалуйста, сейчас. Ну, я думаю, никто и не спрашивает. В августе, как мы видим, из Курска, Ростова детей по квотам распределили по интернатам по всей стране. От Ставрополья до Башкирии. Мы насчитали как минимум 24 учреждения, но их явно было больше, потому что, например, Московская область, Ленинградская область, они в этой переписке не отчитались. Вот из любопытства мы решили взглянуть, что это за учреждение. Рыбновская школа-интернат. Сразу же, да, 23 февраля, буквально, наверное, третий пост, который мне попадается, о том, что вот воспитанники Рыбновской школы-интерната для сирот и детей принимают участие в мероприятиях онлайн, патриотической направленности. И там просто вот, да, детишки смотрят брифинг Коношенкова. Представляю, что там примерно. И напомню, да, это все дети, которых переместили из территории Украины. Или вот, например, Золинская школа-интернат. Это Нижегородская область. Но еще очень популярное мероприятие – это изготовка окопных свечей. Дети делают свечи и отправляют на фронт. А вот в Самарском интернате Иволга воспитанец накануне 23 февраля отправили в военный госпиталь, где сейчас находятся военные раненые с фронта. И вот они как раз встречались. Они там, по всей видимости, читают стихи, а дальше общаются с этими военными. И такая военно-патриотическая подготовка идет в 21 из 24 учреждений, куда точно направили сирот из Украины. В двух из них, например, дети чествовали погибших на войне, бывших воспитанников этих учреждений, открывали мемориальные доски и проводили соревнования. Письма солдатам, сборка автоматов, патриотические мероприятия на любой вкус. Для многих детей интернаты – это временно. Из детских домов сирот предписано жизнеустроить в семье граждан. У нас большая семья. Сегодня у нас здесь проживает 16 человек, а вообще у нас семья – 18 человек. Здесь у нас везде спальни, все детские спальни. Их у нас пять на втором этаже, еще есть на третьем этаже спальни. В семье Романа и его жены Екатерины четверо своих детей, остальные – приемные. Сначала они взяли под опеку племянницу, а потом как-то закрутилось. Я человек верующий, как бы я сказал, мне нужно помолиться Богу. И Бог мне показал несколько местописаний в Библии, то, что это истинное благочестие принимать сирот и вдов. То, что когда мы принимаем детей, это принимаем Его, то есть Иисуса Христа, в свой дом. И, в общем, я обрадовался, вышел с этими откровениями к жене и сказал, что мы будем брать детей. Прошлым летом, когда старшей дочке исполнилось 18, семья обратилась в опеку. Осенью мы хотели взять одного ребенка. Ну, мы-то хотели бы, может быть, и не одного. Ну, просто в законе написано, что рекомендовано 8 детей, чтобы каждый был не обделен вниманием. Мы просили хотя бы одного, чтобы нам дали. Нам, говорит, можете, хотите взять детей с Украины. Ну, вот не с Украины, с Донбасса, с Донецкой республики, с Луганской республики. Ну, мы посоветуем, нам без разницы, если дети хотят, если дети желают. Ну, не было вопроса, там, 5 человек или 3. Мы не смотрим на национальности или что-то подобное. И вот осенью подзвонили. Ну, и да, буквально за неделю. Ну, то есть мы-то уже все знаем, как пойти, как пройти. Где-то нам помогли. Предложили семью из 5 человек. И запереживали, и обрадовались в одно время, в общем. Виноградовым предложили взять к себе сразу 4 девочек и мальчика из Луганской области. Их мать, по словам опеки, лишена родительских прав. Они жили в разных детдомах. Ну, конечно, было очень страшно. Старшая девочка очень переживала. Ну, все вопросы были, как проходят праздники, какие подарки дарят. В основном такие вопросы были. То есть то, что недоставало детям, да. Очень долго она, ну, скажем так, согласие, наверное, какое-то не подписывала. Ну, как долго? Дня три. И все эти три дня мы созванивались, разговаривали. Ну, все больше, больше, видимо, у нее там доверие какое-то, да, становилось. Вот. Вот еще одна старшая и мальчик 6 лет. Тоже мы по онлайн разговаривали, беседовали. Мальчику объяснили, это твои родители. Он там довольный, к маме, к папе еду. Ну, еще неосознанно так. И еще один ребенок, 10 лет ей было. Встретились в аэропорту, она сразу на весь аэропорт закричала «Папа, привет!» И все, за руку его схватила. «Папа, ты куда пошел?» В аэропорту детей в семье, как и положено, под камеры, передавала лично Львова Белова в сопровождении губернатора Новосибирской области. У меня дома пятеро ребятишек, девочек разного возраста. Мы берем двоих ребятишек, оба ребенка. Одна девочка вообще не простая, ребенок инвалид, по слуху. Второй мальчик, ну, там тоже сложности, задержки развития, ну, справимся. Сын Елены Столяровой служит в Украине. Как она говорит, отдала родине. И вот теперь взяла замену. Государство тоже в долгу не осталось. Государство, то есть, ну, не просто отдала детей, как бы там, оно, ну, помогло. Кучу порошка с мылом еще дали. А, да, точно. Очень, кстати, пригодилось. Объясню. По закону усыновить ребенка из другой страны очень-очень сложно. Для этого российская сторона должна связаться с органами опеки другого государства, отправить все необходимые документы, запросы и получить разрешение. Но самое главное – подтверждение, что на родине, на опекунство никто не претендует. И государство не против передать ребенка в другую страну. Обойти эти правила невозможно. Но, как оказалось, и не нужно, если сделать украинских детей российскими. Мы сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документы, и кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать. Да почему только с российским гражданством? Там просто есть законодательные проволочки, которые необходимо будет тогда устранить. Ну, вы расскажите, какие будем устранить. Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Через два месяца после этой встречи Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства украинским детям, оставшимся без побечения родителей. Это осложнило Украине и без того непростую задачу – возвращение. Мы вчера получили паспорт Российской Федерации. Такой радости от получения паспорта я в своей жизни не видела никогда. И он такой говорит, я же теперь свой. После 27 сентября 2022 года, когда оккупированные регионы Украины были провозглашены Россией частью своей территории, гражданство дети получают автоматически. В то же время Женевская конвенция предписывает, оккупирующая держава ни в коем случае не должна менять гражданский статус детей. Очень хочется популярно объяснить, почему это может считаться геноцида. Хорошо. Это все будет предметом расследования именно Международным криминальным судом. Если они в результате сформируют кейс, который будет доказывать либо элемент геноцида, и учитывая подписание Путиным конкретного указа публично, это вполне вероятная доказуемая его личная вина за приказ, который привел к элементам геноцида. Сколько всего детей из Украины уже взяли российские семьи, неизвестно. В октябре Мария Львова-Белова сообщила, что таким образом были устроены почти 350 несовершеннолетних. Хотя еще летом служба опеки Краснодара сообщала, что россияне усыновили более тысячи детей из Мариуполя. Правда, впоследствии заметку удалили и заявили о взломе. Роман Виноградов – пастор Евангельской церкви в Новосибирске. И как только мы родились на небесах, сразу твое имя записано в книге жизни. И когда твое имя записано в книге жизни, тогда Бог называет тебя оба именем. По словам Романа, работа пастора у него единственная. Других источников дохода нет. Богослужение несколько раз в неделю. Молитва, наставление слове, наставление высидеть, чтобы каждый человек познал Иисуса Христа и исполнил волю Бога на этой земле. А в остальное время семья занимается детьми. И жена у меня дома сидит, только мы с ними проводим время. Это наша и работа, и жизнь. В общем, мы посвящены в этот процесс, вся наша жизнь, в созидании этих детей. Чтобы они стали грамотными личностями на этой земле, чтобы они что-то стоили. О жизни детей до приезда в Россию Виноградовым известно мало. Про их историю узнать не получилось, потому что они сами не помнят, получается, ничего. Мы знаем, что мать лишена родительских прав. Отцы у детей разные, записанные со слов матери, свидетельства о рождении. Кто с рождения жил в детском доме, старшие девчонки в 3-4 года их забрали. Я спрашиваю, помнят ли дети свой дом, знают ли что-то про войну. Про друзей старшая вспоминает, допустим, то, что там вначале, и то, что там непростая ситуация, она даже не знает об этом. То, что они были в детском доме, там, вот это, да, как бы, знает. Вторая, которая, ну, чуть-чуть младше, да, старше, там, 10 лет, которая, она тоже, но она в другом была, там, в интернате, там, по болезни. И поэтому, как бы, ее тоже ничего там такого, ну, не коснулось. Единственное, то, что она не хочет никуда возвращаться. Ну, никто из них уже не хочет, они понимают, взрослые. Они, наверное, забывают быстро, потому что у нас такая семья, как бы, мы постоянно в движении находимся. То есть, и когда много нового в жизни происходит, новое общение, новые связи, новые друзья, новые задачи какие-то, там, новая школа, да, и быстро-быстро-быстро все старое забывается. Привет. Здоровайся со мной, тебе жизнь со мной. Вячеслав и Светлана Токушевы – профессиональные приемные родители. В семье пятеро своих и теперь уже шестеро приемных детей. О своей жизни в сибирской деревне они ведут ютуб-канал. Как тебя зовут? Меня. Рома. Рома к нам приехал. Сейчас покажем еще. Говорит, покажи меня. Как тебя зовут? Леша. Леха. Вот, Алексей к нам тоже приехал. Как и Виноградовы, Токушевы собирались взять еще детей. Осенью позвонили из опеки и предложили забрать в семью сразу троих детей из Луганска. Там остались их родители, лишенные права на опеку. А сколько у вас вообще было времени, чтобы принять это решение? Времени, да, я на самом деле очень мало. Утром прислали, после обеда спросили. То есть все решилось за один день. Судя по всему, это все делалось так быстро-быстро. Нужно было все быстрее сделать. Поджимали, наверное, какие-то сроки, может, что-то еще. Не знаю. Как было, так было. Все семьи, с которыми мы говорили, вспоминают эту срочность. И без того, зависимым от органов опеки многодетным семьям нужно было решиться взять сразу нескольких детей. И немедленно. Но раз Родина сказала. Я говорю, у нас здесь как мобилизация. Мне позвонили через неделю забрать детей. Как я могу их сразу забрать, когда мне же надо что-то сделать? Если честно, для меня семь — это уже был предел. Поэтому тяжело, конечно. Практически все семьи, взявшие украинских детей, многодетные. В них больше пяти детей. У каждого ребенка была возможность выбрать из трех-четырех семей. То есть они смотрели видеопаспорта. И там, исходя, у кого-то собачка понравилась, у кого-то мама красивая. И потом проводили такой скайп. Они общались. И после этого уже принимали решение, что доедут. То есть они едут уже в конкретные семьи, понимая. И семьи знают. И психолог вот эту совместимость тоже учитывал. Красивая картинка в отчетных сюжетах федеральных каналов несколько отличается от реальности. Особенно в регионах. Я слышала, что дети выбирают родителей по видеоанкетам. А вы отправляли видеоанкету? Нет, такого не было. Я первый раз потом такое слышал. Не слышали в Тюмени и о курсах для родителей детей, переживших военные действия. Которые, по словам Львова и Беловой, обязательно проходят все семьи. Очень важно сейчас вот этот посттравматический синдром отработать с детьми. Дети отличают по звуку, какой летит снаряд. Дети рисуют поля сражений, рисуют военную технику. Есть ли курсы для родителей, которые хотят установить детей из зоны военных действий? Нет, такого нету. И у нас такого не практикуются. Они вот эти моменты, когда они там жили, и бомбежки, военных, технику, все это, они вспоминают это как игру только. Они этого, никакого отпечатка, у них этого ничего не осталось. Это приемные родители привезли ребенка из Донбасса на патриотический фестиваль реконструкцию. Уголовки, ладно, есть. Наглядная демонстрация. У детей действительно сильнейший посттравматический синдром. Интересы детей здесь абсолютно вторичны. Главное, какую картинку создать. Все ускоряется, все процедуры могут нарушаться. Все скорей-скорей. Главное – отчитаться, что мы всех устроили. Идет нажим на семьи. Идет устройство детей без подготовки. Все, что вы описали. Каким-то конкретным детям может быть лучше все-таки жить в семье, чем год сидеть в лагере или в санатории. Но причина этих действий немножко в другом. К счастью, пока не переходят последние грани, я надеюсь, она не будет передана. То есть все-таки сейчас я не знаю случаев усыновления. Людмила Петрановская много лет занимается устройством детей-сирот. Она подтверждает, что основная форма опеки для украинских детей в России сейчас – это профессиональная приемная семья, а не усыновление. По сути, государство нанимает этих родителей для воспитания детей и выплачивает пособия – около 16 тысяч плюс 3 тысячи рублей в среднем по стране. В таком случае после 18-летия сиротам, к примеру, положены квартиры от государства. Но еще летом Львова Белова заявила, что теперь, когда дети стали российскими гражданами, временная опека может стать постоянной. В международной практике усыновление в ситуации военных действий должно быть категорически запрещено, потому что при усыновлении ребенок юридически приравнивается к родному ребенку этой семьи. Ему можно поменять имя, фамилию, дату рождения. Если, например, какие-то родственники после войны будут его искать, они могут не найти его никогда. Но вряд ли сами дети вникают в эти юридические тонкости. Их убеждают – семья у них теперь навсегда. Привет, мама и папа. Мы едем в Англию. Ребят, куда едем? Донбасс! Компания по усыновлению детей Донбасса проходит по всей стране. Подарки, журналисты, телекамеры. Для сюжетов, статей и отчетов. Отдельного внимания заслуживает пятисерийный проект «Детство. Возвращение». Это наша комната. Вот моя кровать. Я здесь люблю. Вот моя любимая игрушка. Это Макар и Захар из детского дома в Донецке, куда они попали несколько лет назад после гибели на войне их отца – ополченца ДНР с позывным «Немец». Здравствуйте, республика! Да здравствуй, Донбасс! А это Стас из Донецка. Тот самый, что испугался взрывов во время реконструкции. Вот вам форма. Шлемофон. Садитесь в башню. Осваивайтесь. Сережа из села Никольское, что под Мариуполем. В 15-м году он подорвался на мине. Началось нормально все. Уже ничего не болит. Он любит машины. И авторы фильма решили организовать ему вот такой тест-драйв. Саша и Слава выросли по разные стороны войны. Саша в подконтрольном Москве-Луганске. А Слава родом из Херсонской области. Состыковка, что да, один с одной стороны, противостояние. Нет, наоборот, Саша сказал, ты здесь, говорит, человеком станешь. Как стало известно Дождю, через несколько месяцев после этой съемки Саша ушел из семьи. Есть такой важный принцип в мировой практике. Если у ребенка есть какая-то идентичность, национальная, религиозная, еще какая-то, его не помещают в семью, которая к этой идентичности относится негативно. В итоге у детей начинаются проблемы. Они просто не понимают, кто они. Вот что на условиях анонимности рассказала Анна, взявшая в семью подростка из Херсона. Он говорит, меня, говорит, назвали нациком. Говорит, кто это такие? Ну, пришлось объяснять, кто такие нацисты, кто такие эти, ну, тоже так вот мягко все это объяснять. И потом, он, по-моему, сейчас у него, конечно, раздрай в голове, потому что информация идет, может быть, он ее и слышит, что и русские плохие, и украинцы плохие. Естественно, если они полностью в зависимой ситуации, им некуда деваться, он не может, кстати, уехать, и за ним никто не приехал, то а что ему делать? Да, он должен как-то адаптироваться, он не может быть в постоянной борьбе, там, в постоянном противостоянии. Сказать, что он это не запомнит, я бы вот не обольщалась тогда. Такое насилие не забывается. Я говорю о тех детях, которые находились на территории, которые были под Украиной, и на протяжении восьми лет, та идеология, которая насаждалась, антироссийская, но она не может пройти даром. И вот прям простой пример, да, мы привезли из Мариуполя группу детей, 30 человек, которых нашли в подвалах, когда мы их привезли на территорию Московской области, чтобы они немножечко восстановились. Началась история про то, что там негативно отзывались о президенте, да, говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине, все такое. В этой группе детей из Мариуполя, которую, по словам Львова и Беловой, бросили родители, напомним, были дети Евгения Межевого, арестованного во время фильтрации. Но прошло немного времени. Эти дети попали в приемные семьи Московской области. Один из мальчиков попал в мою семью. И я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Да, есть вот этот некий какой-то негатив, да, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России. Львова Белова без стеснения признает, одна из главных задач – перевоспитание. При определенных условиях и сопровождении этой работы возможно сделать так, чтобы все поддерживали, собственно, нашу сильную страну. Эффективные условия для перевоспитания создаются в лагерях. Самых трудных подростков отвозят в Чечню. Подготовлена обширная программа военно-патриотическим воспитанием, духовно-нравственным воспитанием. Военнослужащие сотрудники Управления Росгвардии Почеченской Республики проводим лекцию о патриотизме и о героях Росгвардии. Также у нас представлена выставка современного оружия и вооружения, экипировки сотрудников спецназа. Основное, что мы собрали наставников, вот из этих бравых патриотов, уже которые прошли военные действия, ребята такие, молодые, активные, то есть они были наставниками ключевыми. С февраля прошлого года в лагерях России побывали не менее 6 тысяч детей с оккупированных территорий. Зачастую родители соглашались на бесплатные путевки, лишь бы уберечь детей от войны. Объясняли, что в лагере безопаснее, чем в подвале. И хотя бы кормят. Незабываемые осенние каникулы херсонских детей в Крыму. Так подписано это видео в телеграмме оккупационных властей. Постоянно включали гимн русский. Мы на него не вставали, много раз должны были писать за это объяснительные. Но мы не вставали. Я сказал, я не буду вставать, мне не пофиг. Исследователи Ельского университета назвали это лагерями перевоспитания. После освобождения Харьковской области и Херсона российские власти поставили родителей перед фактом. Школьники с этих территорий останутся в лагерях и там же продолжат учебный год. Поездку назад никто организовывать не будет. Но мама и папа могут приехать за ними лично. В Крым или в Россию. Мешать никто не станет. Отношение нам через месяц, через два очень сильно изменилось. Нас все начали ненавидеть из-за того, что мы украинцы, что мы с Херсоном приехали, нас обзывали хохолками. Мы русские, мы классные. Вы никто. Вы никто, да. Мы на нашей земле. Многим родителям с помощью волонтеров удалось вернуть детей. Но часть из них до сих пор остается в лагерях. Выкрала. Как ни странно, возможно, это слышать гражданам Российской Федерации, но нахождение ребенка в типичной для русского ребенка среде, ребенка из Украины, является травмирующим. Патриотическое воспитание с уклоном на единственную войну, которую по мифологии, честно говоря, выиграла исключительно российская нация. Или уроки про то, как в первом классе, как классно иметь контракт с российской армией. Все это является враждебной средой. Вообще-то для любого ребенка. Но поскольку за российских детей решают российские родители, то в данном случае это ваша ответственность. А вот так вообще можно пытаться поменять ребенку, по сути, идентичность, ценности? Черное — это белое, белое — это черное. Есть дети, которые росли на пророссийских территориях, пророссийских семьях, и для них это может иначе выглядеть. Есть дети, для которых это может быть очень болезненно. И в этом смысле ставить целью как-то там их перевоспитать, перековать и переделать их с любви к Украине и на любовь к России — это насилие. Это насилие, причем такое довольно жестокое. Именно в плане того, что ребенка заставляют отказаться от того, что для него важно и ценно, и выбрать другое. Наверное, для каких-то маленьких детей это менее болезненно, потому что для них вообще это пока не часть идентичности. Кто ничто, ничто не про это думает. А для детей, например, 10 лет и старше, это может быть реально очень мучительно. Вот если уже сложилась такая ситуация, как правильно поступать, чтобы не навредить, по крайней мере, ребенка, не причинить ему еще больше боли? Ну, правильнее всего было бы все это не начинать и не устраивать детям такой ад, и детям, и взрослым, и всем, да? Правильнее всего было бы как можно быстрее связываться с родными детей, искать их, сотрудничать в этом плане, и несмотря ни на какие военные действия, сотрудничать между собой российским и украинским службам по возможности возвращать ребенка как можно скорее, да, в ту среду, где есть близкие, знакомые ему люди, это было бы самое правильное. Вот это то, что явно не делается или делается недостаточно. Россия утверждает, что действует по правилам и ищет родственников. Родственников детей из ЛНР и ДНР сначала будут искать в базах нашей страны и Красного Креста. Если они не найдутся, организуют временную опеку и усыновление. Правда, в российском Красном Кресте на вопрос Дождя ответили. Ни одного запроса от властей о поиске близких детей к ним не поступало. У нас по государственной статистике 93% детей, из общего количества детей-сирот, лишенных родительской опеки, воспитывались в семье граждан Украины. Количество сирот у нас было 67,5 тысяч и всего 4 тысячи с небольшим хвостиком детей на всю большую Украину были в интернатных учреждениях. На момент, ну, на конец 21-го года, условно говоря, на начало полномасштабной войны, вторжения в нашу страну. Это и приемные семьи, это опека. Наиболее, кстати, распространенная форма в Украине больше 48 тысяч детей воспитывали в семьях опекунов, а это в основном родственники. То есть украинские дети вот как раз по международным стандартам не выходили преимущественно в группы. То, что признается наивысшим интересом ребенка во всем мире. Ну вот, и только часть детей это были приемные семьи, детские дома семейного типа или временное устройство в патронат. Россия, если бы не спекулировала вопросами детей и вела себя цивилизованно, обязана была бы передать списки, передавать списки детей, оказавшихся на ее территории. Оксана Филиппишина непосредственно участвует в процессах возвращения детей. Я тоже обращалась письменно к госпоже Львове Беловой с просьбой наладить этот процесс. Это было в июне месяце и начать какие-то договоренности, который остался без ответа. Верещук запросила назад этих детей на каком-то основании непонятном. И сказала, что есть законные представители, которые готовы их принять в свои семьи. Ну, например, приемная семья уехала в Германию, почему-то оставила детей, непонятно, а теперь она хочет их забрать. Но, собственно, моя задача действовать в интересах ребенка. И мы начали спрашивать, ребята, ну вот вы говорите, там, Россия плохая, ну дайте возможность, ну, как бы, хорошо, пусть Россия будет плохая, у вас есть возможность сейчас вернуться. Никто из детей не захотел возвращаться. В Москве из Донбасса приехали уже более 32 тысяч человек. Нашли аккумулятор, нашли бензин, и сразу же в тот день поехали, вот ближайший район у нас был возле их завода. Мы поехали там людям воду привыкли. Три их знаю, да. Вот этих всех троих знаю. Это Богдан, Саша и Илья. Получается, один, насколько я знаю, сейчас находится в Украине, я с ним общаюсь, и также общаюсь с этими еще двумя мальчиками, с Богданом и с Сашей. 17-летний Ваня Матковский – социальный сирота. Его мать живет в Краматорске, но лишена родительских прав. Осенью 21-го года он поступил в Мариупольский строительный колледж, и директор Антон Викторович стал его государственным опекуном. И в Украине, и в России это довольно распространенная практика. Начало войны в Донбассе Ваня застал семилетним ребенком. В 14-м году я еще жил дома в Краматорске. Я немножко застал то время, и после того времени я плохо относился к ним. К ним – это к России. А в феврале они напали уже на новый для Вани дом – Мариуполь. Я в ту ночь не спал, получается. Я слышал какие-то… Я вообще думал, что это гром. Спустя время я разбудил Ваню, спросил ему, что это. А он сказал, что обучение. Я успокоился, лег спать, просыпаюсь на утром. Оказывается, это, говорят, война. Максиму 16. К 24 февраля он, как и Ваня, успел отучиться в колледже только полгода. Первые две недели войны они продолжали жить в общежитии. Учитывая, что 1 марта в городе Мариуполь уже пропал полностью свет, а в общежитии электропечи и дети уже, мы же тогда еще не понимали. Но при этом я живу недалеко от общежития, минут 5-7 ходьбы. Оно у нас находится как раз в районе Азовстали. Ну, уже нет там ничего, там уже все снесли, ни общежития, ни моего дома. Когда пропал свет, ну, у меня в квартире еще был газ до 5 марта. Готовили мы с женой ведро супа, поскольку там не только хлопцы были, а еще были проживающие в общежитии. И, соответственно, то есть я вот это вот бегал в общежитии, их раз в день, хотя бы в обед горячим кормить. Когда газ пропал и у самого Антона Викторовича, он решил прорываться в центр города, чтобы позвать на помощь для своей семьи и остальных живущих в общежитии. И ровно в этот момент Ваню, Максима и других ребят, украинские военные, увезли в бомбоубежище, в подвал технического университета. Это часа через полтора, через два, после того, как я уехал из дому, приехала патрульная полиция на бронированном автомобиле и вывезла ребят. Но, к сожалению, добиться от патрульной полиции впоследствии, куда именно вывезли ребят, я не мог, потому что, сами понимаете, в такой суматохе никто никакой учет не вел. И вот таким образом наши, как говорится, судьбы распались и мы не могли поддерживать отношения, поскольку связи в Мариуполе мобильной не было. К нам вечером 19 марта пришли украинские военные и сказали, что будет большой обстрел. Там около тысячи человек находилось в том бомбоубежище. Мы собрались 20 марта утром после комендантского часа выйти на Мангуш, город. Мы туда дошли. Получается, нашего блокпоста не было. Был только российский блокпост. Узнав, что ребята-сироты уже из Мангуша, его российские войска оккупировали в марте, их отправили в детскую больницу в контролируемой Россией Донецк. Мы как только приехали в Донецк, нам предоставили неплохие условия, мы привели себя в порядок. Через время к нам проезжали много интервью, рассказывали нам, какой здесь хороший город. Приехал мэр, подарил нам сим-карты ДНР-овские. Феникс. Стартовые пакеты, пополнение в каждом из вас. Держите, чтобы все были на связи. Ролик с доблестно спасенными мальчиками тут же выложил у себя в Телеграме глава самопровозглашенной Донецкой администрации. Если подарки, то только с камерами. Все, ваша война закончилась. Все, вы дома, в кругу друзей, будете расти и ноги в порядок вы приводите. Знаю, что постирали все от мозоли в кровь пешком. Но первым делом, зарядив телефоны, ребята позвонили на горячую линию украинского Мининтеграции и попросили забрать их домой. Это было начало апреля. Всегда говорили с Максимом, что мы хотим вернуться в Украину к Антону Викторовичу. Потому что это наш дом, там все наши родные, там всегда безопасно. Да, а всех остальных ребят, которых я знал, им предложили поехать в лагерь под Москву. Мы отказались, конечно, потому что знали, что мы приедем в Украину. Вместе с ребятами в больнице Донецка тогда оказался и Филипп, которого потом взяла в семью Львова Белова. Они общаются. Поначалу тот тоже хотел вернуться в Украину. Было ходить на всякие кружки, от которых нельзя было отказаться. Смотреть фильмы. Вроде было про Вторую мировую. Но я точно не зацикливался, я не смотрел их. А вот у детей Евгения Межевого выбора ехать или не ехать в лагерь не было, как и связи с арестованным отцом. Я мечтал об освобождении наверное до 30 дней. Поэтому я уже наверное потихоньку начал терять веру. Выпустили Евгения так же, как и арестовали, без объяснения причин. Просто с вещами на выход. Из документов об освобождении он узнал, что на календаре 26 мая, а в тюрьме он просидел 45 дней. До Донецка Евгений добирался пешком 30 километров. Нужно было найти детей. Но, как выяснилось, буквально накануне Матвея, Сашу и Святославу отправили в Подмосковье. Мне сказали, что они в лагере, что не переживайте, типа, мы хотим вашим детям типа, дать момент, чтобы они отдохнули, типа, отошли от этого всего происходящего. Как бы поначалу, сначала я поверю. Я сначала поехал в Мариуполь, да, посмотрел на наш дом. Там расстрелянный дом, крыши нет. Соседская половина сгорела. В дом разграблен. Жить невозможно, потому что в воздухе царил запах трупного яда. В это время, как рассказывает Матвей, ему предложили устройство в новую семью. Они начали наставить на том, что нужно идти в приемную семью, там будет лучше, ухода больше. Но я не дал ответа. Я сказала им, что пока это не сообщу папе, не поговорю с ним, я не дам ответа. Они наставили на том, что типа, папа не успеет приехать, нужно быстрее думать. На это время нет, но такое. Мария Львова-Белова принесла Матвею сим-карту, и он смог связаться с отцом. Я ему пересказал весь этот разговор. Он сказал, что в приемную семью ни в коем случае не идти, потому что все, что временно, навсегда может быть. Он сказал, что не бойтесь, я успею приехать. На все про все у Евгении было пять дней. Он пообещал детям успеть. Но на тот момент у него не было денег даже для того, чтобы добраться до границы с Россией. Российские волонтеры мне помогли. Именно их раскрывать я не могу, потому что у нас с ними договоренность. Они рискуют просто своей свободой, помогая таким людям, как я, помогая людям выезжать с оккупированных территорий. Всех остальных детей из смены сделали гражданами России. На следующий день я успел, ну, созвонился с одним из мальчиков. Типа, я спросила, они сказали, всех разобрали по приемным семьям, и типа, им всем классно, хорошо. Я правильно понимаю, что никакой единой инструкции, как вызволять своих детей, нет, потому что из того, что я вижу, этим вручную, по сути, занимаются волонтеры из России, из Украины, правозащитники. Когда вообще вам начали поступать такие обращения? Там, мой ребенок потерялся, помогите найти. Такие обращения стали поступать, наверное, где-то с мая месяца. Священник апостольской православной церкви Григорий Михнов Войтенко помогает украинским беженцам в Петербурге с документами, жильем, выездом и воссоединением с родственниками, в том числе и детям с родителями. В силу разных причин, чаще всего, на самом деле, семейного характера, семьи оказывались по разной стороне, скажем так, линии боевого столкновения. И родители, в частности, не могли за детьми выехать, или там, полномочные представители не могли выехать. Было несколько случаев, в том числе, когда, предположим, выезжала семья многодетная, и одного ребенка потеряли. И таких случаев был не один. Ну, потому что, опять же, суета, потому что быстрее, быстрее, давай, давай, тут стреляют, все в овраг, выскочили из оврага, сели в автобус, поехали, елки-палки, пятеро здесь, шестого потеряли. А сколько вообще, по вашему опыту, таких детей, которых разлучили с родителями, и вот родители сейчас их ищут, и, предположительно, этих детей увезли в Россию? Я думаю, что в реальности речь идет, в общем, о нескольких сотнях. Детей, в первую очередь, это, конечно, те дети, которые выезжали либо на отдых, либо на практику какую-то. Я разговариваю и с официальными лицами российскими, да, которые тоже, в общем, были завязаны в эти процессы, и я понимаю, что, в общем, это то, с чем мы все в России так или иначе сталкиваемся, да, потому что эти обращения поступают в разные места, да, и в волонтерские группы, и в аппараты, полномоченного по правам человека. понятно, что люди стучатся во все двери, да, когда вот проблема возникла, стучаться надо везде, а там уж кто откроет, тот откроет. Детей соглашаются передавать только лично, опекунам или родителям. У Антона Викторовича подготовка заняла два месяца, дорога почти 70 часов. То есть почти трое суток в автобусе. Ехали, соответственно, через Польшу, Литву, Латвию, ты дальше через Москву, Ростов и дальше уже в Донецк. Естественно, это были слезы радости друг у друга, и у них, и у меня, естественно, все хорошо. История Антона Викторовича Максима и Вани стала одним из первых успешных случаев возвращения детей. Мариупольский строительный колледж с начала войны переехал в Хмельницкий. Сейчас все трое живут здесь. Мне кажется, очень важно, чтобы мы помнили все время, что дети не являются собственностью государства никакого. Дети не являются трофеем военных действий ни какой стороны, ни чьей стороны. Очень важно, чтобы было отношение к каждому кейсу в интересах ребенка. И поэтому я говорю все время о международном посредничестве, об его необходимости, потому что я хорошо понимаю, что в этой ситуации каждое государство здесь не сможет удержаться отношения к детям как к тому, что нужно к себе, к себе, к себе. А ситуации, в общем, наверное, могут быть разные. Попытка переговоров между странами предпринималась, но пока ни к чему не привела. Я не думаю, что просто так как бы начали вывозить детей оттуда. Значит, есть какая-то, может быть, угроза жизни детям, если есть, если даже их не обязательно в приемные семьи перевезти, может быть, даже и в детский дом перевезти, если есть угроза жизни. То есть, ну, разные есть обстоятельства, правильно? Мы сами, на самом деле, переживали за вопрос, что они будут разговаривать на украинском языке, а мы не знаем его. У них украинские свидетельства, они не знают украинского языка. То есть, они разговаривают только на русском языке. Они, если захотят поехать туда, на свою родину, где родились, что-то поизучать, мы в этом поможем. То есть, мы не собираемся их ограничивать. Наоборот, потому что каждому интересно, где он вырос, где родился, посетить эти места, допустим. Может быть, даже кому-то, может быть, даже кого-то потянет обратно, жить может быть. Мы не удерживаем как бы ни одного. Это нельзя просто взять и выкинуть. То есть, человек с этим должен разобраться. Понимаете? Если где-то сокрыть, это может как-то повлиять на человека в плохом направлении. Либо в хорошем, либо в плохом. Каждый ребенок имеет право выбор. И мы за него выбор не делаем. Никакой. Год назад Екатерина помогла своему приемному сыну найти родную мать. Я спрашиваю, как они отнесутся, если дети из Луганска тоже захотят найти родственников. Если кто-то как-то захочет восстанавливать отношения, мы не будем против. Единственное, что это должно быть правильно, чтобы детей это заново не ранило. Евгений с детьми теперь живет в Латвии. Он работает автомехаником и мечтает снова найти работу корновщиком. Дети ходят в школу. Волонтеры предлагали вернуться в Мариуполь, но от их дома уже ничего не осталось. Шаня, у тебя соперник появился. Вроде хочется, вроде нет. В другие города я не хочу ехать, уже надоело туда-сюда. А Мариуполя уже нет. То есть смысл туда ехать. А тут у нас есть собака, есть где жить. То есть если туда поедешь, то не знаешь, там есть, будет где жить или нет. К концу разговора Евгений задает главный вопрос. А зачем они их усыновляют? У них своих детей нет. У них у самих детдомов мало детей. Может, пусть они своими занимаются. А мы своими детьми займемся. Это наши дети. Зачем их усыновлять? У каждого из них есть родственники где-то. Все равно есть. То, что там рассказывают, что у этих детей они все сироты. Ну, хорошо, а мои дети тоже сироты получаются. И таких историй может быть тысяча. Что говорят, что у этого ребенка никого нет, а на самом деле точно такой же папа, как я, где-то находится на фильтрации, не может добраться до своих детей или мама. Ну, зачем они наши детей усыновляют? Для чего? показать, что они добрые, показать, что они делают какое-то одолжение нам? Надо было просто не лезть к нам. Просто оставить нас в покое и все. И никто б не погибал, никто б не умирал, и наших детей не надо было усыновлять. Для чего это добрый жест? Что они хотят этим показать? Вопрос риторический. Свои дети у России есть. В федеральной базе больше 30 тысяч анкет-сирот, но команда спасать их не поступала.